Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в новиночку, которая называется Phantom Gate. Игрулька вышла практически только сегодня. Так что, будем смотреть, разбираться. Ух, в последнее время очень хорошие выходят игрульки для андроид-гаджетов. Так, причем называется Phantom Gate Последняя Валькирия. Чтобы быть точным. Боги-деспоты повергли мир, да что такое-то, в пучину хаоса. И погрузили его во тьму. Только избранная та, кто обладает силами Валькирий, сможет покончить с богами и восстановить порядок. Воу. Рената, отдай дитя, и мы простим твои проступки. Я скорее погибну, но не дам вам дочь и пальцем тронуть. Глупая, не оставляешь мне выбора, я заберу ее силой. Тор, убей Ренату и принеси мне дитя. Как пожелаешь, отец. Оу, воу, воу. Так, ху-ху-ху. Тор, бог грома. Да? Ну что же, ребята, понеслась, как говорится. Я такого не прощаю обычно. Так. Что мы можем, ребята, делать? Рената, Валькирия, готова ли ты к бою? Я буду сражаться до последней капли крови. Выберите умение для атаки. Если бы я, ребята, еще хотя бы знал, что у нас здесь за умение. Но давайте посмотрим вот это вот. Дьявольский что? Воу, 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 воу. Ху-ху-ху. А, тут еще солдаты Асгарда, да? Сначала одолей солдат. Понял. Коснись умения сгусток огня. На-ка, блин. Ха-ха. Солдат мне тоже. Так, а это что такое? А, хиляемся, да? Не восприимчивость к урону. Три попадания. Воу, даже как? А это? Ё-моё, богиня льда какая-то. Нифига звезданула. Я Тор, бог победы. Нифига он бомбанул. Так, ну ладно. Посмотрим. Ну что, Тор? Хе-хе-хей. Сосунище. Опа. А это Самодин, что ли? Или кто это? Нет, ребята, это кто такой? Это Тор? Ничтожество. Я бессмертный бог. Я Тор, отведай моего молота. Вот это он звезданул, ребята. Вот это он вдарил. Ё-парасы-то. Не-не-не-не-не. Опа, это... А это еще кто? Рената, отведи дитя в безопасное место. И я продержу его сколько смогу. Часовщик, я... Не сдавайся, Рената. Светлоглазая валькирия. Мир нуждается в тебе. Вот так вот, ребята. Неплохое начало. Вот что я вам скажу. Звездные глаза. Вы видите, перед собой не сон, но начало той судьбы, которую верила вам Рената. Ваше прибытие сюда не случайно. Рената пожертвовала собой. Ее жертва позволила Астрид выжить, и теперь судьба Звездных Глаз в ваших руках. Но Астрид в опасности. Если ее Звездные Глаза исчезнут, исчезнете и вы. Если ей суждено спасти мир, ей понадобится ваша помощь. Даже так, да? Введите свое имя, если готовы присоединиться к Астрид на ее пути. Вы будете внесены в списки, как страж этого измерения. Теперь жизнь Астрид зависеть будет от вас. Хорошо. Причем, ребята, мы играем с вами, а тут еще загружается. Игруля. 450 метров. Так, ну что же, давайте вводить свое имя, я так понимаю. Вам нужно назвать себя перед путешествием сквозь фантомные врата. Введите свое имя. Нет, давайте с маленькой буквы, да, ребят? Что-то как-то... Во! Окей. Вход. Так, что дальше? Сегодняшний день. Начинается приключение девочки, которой суждено стать Валькирией. Мяу, Астрид, ты цела? Ой, подожди, а где мы? Мини Минг, ты в порядке? Мини Минг, как мы снова оказались дома? Мы же шли в Рюнен... Я рад, что вы прибыли в целости и сохранности. Астрид и Мини Минг. Хм. Кто ты такой? Мини Минг, ты его знаешь? Можете звать меня Часовщик. Твоя мать Рената была моим близким другом. Вы с ней были друзьями? Мне жаль, она умерла, когда я была маленькой. Я никогда не слышала о ее друзьях. О, ну что ж. Это может тебя удивить, Астрид, но Рената все еще жива. Ого. У меня, видать, шерсть в ушах. Астрид, кажется, он сказал, что твоя мать все еще жива. Я тоже ее услышала, Мини Минг. Но если это так, почему она за мной не пришла? Где она? Вопрос интересный. Безумный бог Один проклял твою мать и погрузил ее в глубокий сон. Спасти ее можешь только ты. И поэтому Один ищет тебя. Ммм. Недавно Один выяснил, где ты живешь. Поэтому у меня не осталось выбора. Нужно было поскорее перенести тебя сюда. Чтобы тебя не обнаружили в дальнейшем, используй для путешествий Монолиты. Так, очень интересная, ребятушки, история. Это Монолиты, я так понимаю, да? Монолит главы Один теперь открыт. Каждый Монолит магическим образом соединен с определенным местом в мире Мидгарда. Я хранитель фантомных врат, дверей, которые запечатывают эти проходы. И Фантом Хайма. Места, где мы сейчас находимся. А, понятно, это как телепорт. Что такое Фантом Хайм? А что такое фантомные врата? Фантом Хайм расположен в безграничном четвертом измерении твоей вселенной. Через фантомные врата можно попадать в разные части четвертого измерения. Так, приключения. Ну, давай. У нас мало времени, поэтому подробные объяснения отложим на потом. Нам нужно в лагерь беженцев. Приспечники Одина начали захватывать фантомов. Так, коснитесь. Слушайте, ну я считаю, довольно неплохая история, да? Мы недалеко от деревни Рюнен, рядом с тем местом, где ты жила, Астрид. После пожара горожане обустроили лагерь беженцев. Поспешим, у нас мало времени. Так, один, два, три, и тут еще босс будет в конце. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, босс уровня. Главный ленивец. Хорошо. Так, гелиун кукловод. Вульпис миролюбивый. Вулканический леолит. И Акалан. Это фантомы такие, ребята. Эпизод 1. Мидгард. Лагерь беженцев. Огонь распространился здесь повсюду. Что происходит? Мой мех горит. Почему деревня горит? Все как предполагалось. Астрид, пожар в Рюнене устроили фантомы. Кто такие эти фантомы? Фантомы это души, ждущие перерождения. Недавно в фантомной зоне образовался разлом, и все фантомы вырвались наружу. Придя в смятение, они начали нападать на людей. Но ты можешь остановить их. Очисти фантомов, и они защитят тебя от Одина. Я видел фантома неподалеку. Очисти его. А затем нам нужно будет найти фрагменты фантомных врат, и восстановить разрушенные фантомные врата. Ого. Так. Что-то рухнуло тут. Йо, колованы. Что, что? Перетащите джойстик для перемещения, в плане. Ааа. Так, ребята, здесь мне надо будет немножко изменить управление. Так, ну что, ребята, давайте посмотрим. Так, вроде бы двигаюсь. Пойдемте посмотрим. Прыжок. Отлично. Так, нам нужно куда? Вот сюда. Уф, нет, отойди от меня. Я могу напасть на тебя. Я... Мне так страшно. Мне нужна помощь. Кобальт. О нет, Кобальт, прошу, выслушай меня. Мы не пытаемся навредить тебе. Не шевелись, чтобы мы помогли тебе. Так, сражайтесь, чтобы очищать фантомов. Замечен фантом в бой. Так, погоди, погоди. Ага, все-таки... Все-таки мы начали драться. Ладно. Так, повышение атаки. Это у нас автоматически, что ли, идет? Ммм. Так, надо просто держать, и тогда мы узнаем, ребята, что у нас это за атака, да? Наносит урон в 75%, плюс 1 от атак всем врагам. Погнали. Ё-о-о, просто ты. Фига мы бомбанули. Так, а что же у тебя, котяра? Давай посмотрим вот это вот. Ободряющий клич. Постепенно восстанавливает УЗ всех союзников на 78% от атаки в течение двух ходов. Давай. Перей-перей. Постоянное лечение, да? Нормулька. Погнали. Вау, хорошо-то как. А он только выброс энергии делает, этот Кобальт. На-ка. Хе-хе-хе. Ну, по идее, мы очистили фантом, так? Победа. Руна эволюции у нас, ребят. И мы получили второй уровень. Так, замечательно. Из Кобальта выпал огненный фрагмент. Ух ты, глянь на этот светящийся красный камень. Что бы это могло быть? Может, один из фрагментов фантомных врат? Покажем его часовщику. Соберите три фрагмента. Ага, хорошо. Так. Дорога завалена. Погоди-ка, погоди. А, прыжок нужно было сделать. Да, я понял. Сейчас сделаем. Хоп-па. И, я так понимаю, наверное, сюда нужно перепрыгнуть, ребята. Так, коснись рычага, чтобы откатить валун. Ха-ха. Хорошо. Бум. Сломали. Пойдемте, ребята. Коснитесь кнопки крыльев валькирии, чтобы что там сделать? Действие какое-то. Вы получили крылья валькирии. Ого. Воу, теперь я могу вот так вот? О, так это же вообще круто. Так, смотрите. Тут сундучок какой-то, ребята. Действие. Ё-моё, монеток-то наполучали. Так, ключ. Для чего пока не знаю. Секретный причем. Ой, подожди, подожди. Вот. Я уже думал летать. Так, понятно, ребята. Здесь используем этот ключ. Так, опять какое-то нужно сделать действие. Ну, давай сделаем. Собирается вот эта вот катапульта у нас, нет? Тут, смотрите, что-то ведь разрушено у нас. Недостаточно фрагментов фантомных врат. Ах, вот оно что. Все, понял. Парящий глаз. Ну, для начала посмотрим, что у нас в сундучке лежит. Деньги. А теперь давай этот парящий глаз завалим. Поехали. Посмотрим, на что он тут... Оу, а он и не один, ребята, здесь. Засада удалась, блин. Астрид, прежде чем мы начнем драку, я должна рассказать тебе кое-что важное. Твои атаки наносят больше урона против зверей, которые относятся к противоположным стихиям. Подожди, у этого фантома серая стрелка. Чтобы нанести урон больше, нападаем на фантома с желтой стрелкой. Ага. Понятно. Так, ну, а мы, ребята, атакуем всех, наверное, да? Ох, как хорошо. Нифига он бомбит. Так, с желтой стрелкой у нас кто? Нет, ну, вначале, естественно, мы будем ставить на хил. Само собой, ребята. Так, а теперь... Я даже не знаю. Давай, может быть, вот... Или вот этого. Так, это, я так понимаю... Так, мы с... Блин, мы с вами... Какой стихия? Мы... Огонь, да? Мы хорошо наносим урон зеленым. Значит, вот этому. Погнали. Почему ты... Не мота? Подождите, ребята, а как мне переключить... На другого врага? Вот я о чем думаю. Огонь, воздух, земля, вода. Это понятно. Но, смотрите, у нас в данный момент стрелочка стоит на собаке. Ага, вот как это делается, ребята. Ну? Видели? Офигенный урон сразу, ребята. Так, ну что, котик, давай. Отлично. Победа за нами. Ага, вот это у нас был фантом. Руна эволюции. Окей. Камечек-то выпадет, нет? Выпал, ребята. Зеленый камень. Отличненько. Поднимаем. Нам не хватает... А, все, у нас все, ребята, собрато. Пойдемте теперь собирать портал. Так, он собрался. Вижу, ты собрала все фрагменты фантомных врат. Я могу открыть фантомные врата сейчас? Да, но будь осторожна. Внутри блуждает множество потерянных фантомов. Некоторые из них очень сильны и опасны. Будь на чеку всякий раз, когда будешь возвращаться через фантомные врата. Понятно, ребята. То есть там мы будем с вами драться с фантомами. Вот именно в этих вратах. Хорошо. Блин, вы посмотрите, сколько здесь будет офигенно много фантомов. На любой вкус и цвет. Ох ты. Босс уровня. Главный ленивец. Да ладно, я что, с ними должен со всеми драться? Астрид, когда сражаешься с несколькими фантомами, сразу крайне важно следить за шкалой движения. Ага. Видишь этот красный прямоугольник? Он показывает порядок атак. Наточи когти, когда ты окажешься под номером один. Настанет твоя очередь атаковать. Значок рядом с цифрой показывает, кто из бойцов нападет следующим. Номер один красный, а два оранжевый. Ну, это понятно. Порядок атак на шкале движения пересчитывается каждый ход. Так что нужно учитывать цифры героя и фантомов своей тактики. А вот это мне непонятно немножко, ребята. Оу, бросок камня. Ребята, я думаю, что надо массовым сейчас виздануть. Так. Тут все желтые, ребята. Они все желтенькие. А желтые у нас... Мой кот будет их хорошо жарить. Ладно, давайте тогда вот так сделаем. Ах, как замечательно. Так, тихо, тихо. Что это у нас такое, ребята? Смотрите, что это? Повышение атаки. А теперь, котик... Давай-ка мы с тобой... Оу, хорошо-то как сейчас звезданули. Гоблин-воришка, блин. Так, ну что же. Ну, тут, в принципе, можно любого, ребята, бомбить. Давай так вот сделаем. На! Гневный крик. Слушайте, нужно хиляться, ребята. Так, тихонько. Вот так. Слушайте, знаете, что я вспомнил, ребята? Напоминает она мне ранние версии игр Final Fantasy. Точно. Вот что. Так, давайте добьем ленивца этого. Тыдыщ! Хе-хе. Так, ребята. Повышение атаки. Ну что же. А что вот это такое, ребят? Восстанавливает УЗ... Ага, одного союзника, но зато на 216% от атаки заклинателя. Понятно. Давай тогда просто бомбить. Тыдыщ! Готов! Я же говорю, кошара будет у меня тут отжигать по полной программе. На! Так, давай-ка вот так вот сделаем. Блин, я думал, сейчас кот будет у меня. Но, в любом случае, ребята, победа за нами. Хе, ленивец там отдыхает. Кот такой довольный все время танцует. Ну что же, ребята, мы прошли с вами... ...лагерь беженцев обычный. И забираем свой... ...приз эссенции ленивца. Руна эволюции. Ну, как ваш боевой настрой, в этом путешествии вам нужно будет очистить сильных фантомов. Коснитесь кнопки Фантом Хайма. Ух, а что, мне нравится, ребята. Да, очень-очень меня порадовали вот эти две игры, ребята. Эпоха магии и вот это. Уровень повышен. Без помощи мощных фантомов вам не справиться с богами. Фантомы своенравны. Но если их обучить, они станут вашими верными друзьями на всю жизнь. Рэй, вашим новым фантомам нужно где-то жить. Поможете мне построить для них дом? О чем речь? Конечно, помогу. Коснись кнопки Магия Часовчика, чтобы завершить призов. Хе-хе, че, так дом строится у нас? Оу, действительно. Коснитесь здания фантомов. Создать фантома. Здесь будут храниться очищенные фантомные эссенции. Из них можно создавать фантомов. Попробуем прямо сейчас. Так. Ну-ка, давай-ка создадим. Кто это у нас? Какой-то мишка. Хе-хе, вои-медведь. Ну, давай, вернемся. Если хотите взять с собой какого-то определенного фантома, добавьте его в свою группу. Коснитесь кнопки Изменить группу. Ну. И, Рэй, попробуй добавить этого фантома в группу Эстрид. Я и собирался так сделать. Отлично. Коснись фантома, чтобы добавить его в группу, или удалить из нее. Так, нажмите кнопку Домой, чтобы выйти. Получено пять тысяч золота. Нам нужно отправиться к каменному складу. Там обосновался дикий фантом. По-моему, у него есть одно из воспоминаний Ренаты. Да, идем. В путь, мини-минг. Хе-хе-хе. Так, и что же нам теперь делать, ребята? У нас магазин. Забрать... А, забрать подарок. Хоробка с подарками Ми. Я хочу забрать... О, пять тысяч голды, ребята, мы получили. Так, ивент у нас здесь. Сюрприз плюс сюрприз. Прикольно. На почту нам что-то упало, да? Благодарим за участие в событии. Спасибо большое. Так, за участие в событии. Хорошо. Эссенция земли. Обязательно, ребята, все это заберем, потому что через шесть дней это исчезнет. Вау, это что такое? Эссенция ленивца Икс-3. Отлично. Так, а что вот это такое? Не пойму я, ребят. О, а это же Вуконга. И Ваидведя. Ваидведь. Эссенция косы. Все, ребята. Воу. Нифига, если она получала тут, ребята. Так. И забираем особый подарок гейм-мастера. Ну, все, ребята. Можно было сделать, забрать все сразу же. Но мне захотелось именно так. Ну, что же. Глава 1 у нас открыта. И нам, ребята, надо, наверное, туда отправляться. Хотя я хочу посмотреть, что это за ивент. Ага. Тут якобы сейчас будет у нас написано. Найдите спрятанные сюрпризы. Зарабатывайте очки, находя спрятанные пасхальные яйца, приглашая друзей и выполняя вход. Вы будете получать разные награды в зависимости от общего количества очков. Так, сюрпризы. Награды за первое прохождение и награды за достижение первого ранга. Первопроходец. А тут... Отправленное произвольно выбранным игрокам с рангом 1. Отправленное игроку первому... Так. Прикинь, одни эти. Только вот, наверное, какой-нибудь... Остальные корейцы все. Мой статус участия. Ёлки-палки, нифига тут. У-у-у. Это, ребята, потом с этим разбираться она будет. Так, ну что же. Нам пора, наверное, с вами отправляться вот сюда. Так. Завершено. Ну что же. 1-2. Поехали, ребята. Источник ресурсов и приют для беженцев из Рюнена. Босс уровня. Вайдведь в доспехе. Фух. Так, у нас, ребята... Вайдведь первого уровня. Доступные награды. Вайдведь и... Опять какая-то сфера. Поехали. Хе, будем смотреть. Ой, надо было, ребята, нам зайти с вами в этот. Ой, может быть, мы могли бы кого-то еще призвать. Карточек же набрали с вами. Каменный склад. Сегодняшний день. Близ деревни Рин. Иногда фантомов трудно отличить от обычных животных. Разговаривай с людьми, которые встречаешь в пути. Они помогут найти тебе спрятавшихся фантомов. Не расстраивайся, если люди будут побаиваться тебя, Астрид. Когда закончишь, возвращайся к фантомным вронтам. Собери необходимое количество фрагментов фантомной души. Ну и понятно, короче, ребят. Побежали. Заяц-торговец. Ку. Подожди. Прыжок. А. Не понял. Просьба заяца-торговца. В деревенском хранилище забрался медведь. Я бы сам туда пошел, но уж больно боюсь. Он меня съест. Ты же прогунишь медведя? Ха-ха-ха. Попробую. Ха-ха. Почему бы нет? Ребят, я же... А я что, уже не могу летать? Вроде умел. Так, вам нужно найти рычаг. Естественно, ребят. Без рычага-то я фигля сделаю. Так, а это что у нас? А, у него рычаг, ребята. Это какой-то кактус или слизень? Непонятно, что за чем чувачок такой. Ладно, давайте. Ой, и он здесь не один. Ну и мы тоже не одни, ребята. Зубастая белка? Получите, для разминки. Так, хорошо. Оу, что у нас умеет Вайдведь? Или Медвоють? Рык? Дрожь земли. О, давай дрожь земли. Ух, Вайдведь. Что-то как-то, как-то слабенько как-то звезданул. Ну, давайте хилялку. Ладно тебе, что за вата оказался этот Вайдведь? Хе-хе-хе. Так, слушай, слизняк ты достал. Хе-хе. А ну-ка, получи. Блин, смотрите, как крепкие малые. Так, зубастая белка тоже какая-то крепковатая. Есть. Минус один, ребята. Так, секунду. Давай-ка, котик мой родной. Бомбанем. Давай, наверное, вот эту вот белку бомбанем с тобой. Ох. А мы, ребята, с вами оглушены. Да? Или у нас... Что на нас висит такое, а? Кровотечение. Ё-моё. Минус белка, ребята. Так, это что за мумия у нас тут грязная, к тому же. Давай, добивай, Минг. Шикарно. Пускай отдает нам рычаг, который похитил. Победушка. Так, руна эволюции. Хе-хе. Медведин. Сразу отдуплился. Ё-моё. Второй уровень только получил, ребят. Так, давай-давай. Не жмись. Эссенция ленивца. Понятно. Где рычаг? Вот он. Забрали. Теперь пойдемте, ребята, переключать. Так, понятно. Платформа стала двигаться. Ну, где она там? Хоп. Хоп. Сюда, да, значит. Подожди, а может быть здесь какая-то... Ага. Я так и думал, что какой-нибудь тайничок. Слушайте, а деньги выпадают, значит, они нам нужны для чего-то, ребят. Что-то мы с вами... Так, погоди, это... Это вот это вот, да? Двою дивизию. Я так понимаю, что вот это вот дом зайца. В который заявился вот этот вот медведь и... Не хочет отсюда уходить? Ну что же, нам придется его, ребята... Да, нам придется его наказать. Понеслась Махача! Он у нас, не забывайте, в доспехах. Мой медведь какой-то... Не особо хорош. Без доспехов. Ладно, ребята, массовый. Я надеюсь, здесь можно будет потом прокачивать скиллы. Медведь, не падай только, пожалуйста. Я умоляю. Давай вот это попробуем. Воу. Рыкнул-то как. Так, хил. Замечательно. Ну что, будем, наверное, с вами... Кого бы тут... Смотрите, у нас везде пониженная атака, ребята. Ой, какая пониженная вообще. Да хорош ты уже пляски тут свои делать. Давай так вот. 18 всего лишь! Да, так, конечно, никуда не пойдет. Так, погоди-ка, секунду. Котик. Ну-ка, ты как? Вот это я понимаю, кот у меня жахает. Тем более, кот, ребята... Да. Массовый. Ну что, медведи, мы с вами победили. Так, мумия грязная, ты достала. Получи. Так, астрид, добиваем. Нормуль. Так, а это у нас кто там? Мышь. Че? Коричневая, рогатая, летучая мышь. А мне все равно, какая она. Рогатая или безрогая? Мы, главное, победили с вами. Так, руна эволюции. Вейдведь. Нифига уровня не получил. Совсем немножко. Бум. Зато мы получили уровень четвертый. Ребята, так. Так, я, знаете, что думаю, что мы с вами, да-да-да-да, выполнили задание. И сейчас мы отнесем, наверное, хорошую и благую весть, так скажем. Дай-ка я вот это вот соберу. Тому зайцу. И он нам наверняка подарит еще одну сферочку. Мне почему-то так кажется. Ты будешь... Ты будешь... Эй, заяц-торговец. В чем проблема? Задание выполнено. Не хочет он почему-то со мной общаться. А почему? А? Заяц. В чем проблема? Что тебе не нравится опять? Ладно, ребятушки. Не хочет общаться. Мы пойдем тогда с вами дальше. Так. Что у нас тут? Сюда идем. Дальше на эту платформу. Заживись, да? Главное... Помоги мне избавиться от медведя. Я помог. Уровень... Выполнили? Как видите, Рэй Эстрид быстро учится. Вообще-то это я быстро учусь. Уровни приключений можно проходить подряд или по частям. Не забывайте подглядывать на монолиты приключений. Там могут ждать награды. Теперь отправимся... В Фантом Хайм. Там я тебя кое-чему научу, Эстрид. Так. Понятно, что он опять меня хочет... Научить чему-то. С помощью фантомных душ я могу повышать уровень фантомов. Вот медведю бы не помешало бы, да, ребята? Теперь я объясню, как быстро поднимать уровни фантомов. Для этого нужны фантомные души. Я дам тебе несколько и покажу, как это делается. Так, хорошо. Кликаем. Так, ага. Вот как раз мне и нужно его улучшить как-то. Повысить уровень. Ну, повысить. Чем больше фантомных душ используешь, тем сильнее станут фантомы. Спрятанные фантомные души можно найти во время приключений, так что смотри по сторонам. Ну, это хорошо, ребята. Пройдя первую контрольную точку, ты можешь перейти к следующей части уровня. Продолжить. Один-два. Сумрачный гелион. Морской тритон. Морской мяуса. Говорящий кормак. Все фантомы в этой области очищены. Теперь я расскажу, как попасть в следующий регион. Так, действия. Следующий раздел. Воу. Что тебе надо? Фантомы здесь на редкость свирепые. Будь осторожна, Эстрид. Я надеюсь, Хумель это... Нет, это, ребята, чувак, который... Просьба Хумеля. Если идешь в пещеру, можешь заодно сразиться с медведем. Слушайте, что они все прицепились к этим медведям? Медведь, медведь. Эстрид. Эйр, ты цела. Да, я беспокоился о тебе. Моя семья смогла спастись от пожара. Но это скорее исключение. Хумель просил, чтобы все вернулись до темноты. Тебе пора идти. Хорошо, только ненадолго. Эйр, это какая-то, видать, подружка. Так, услуга для Эйр. Можешь принести вон тот ключ и открыть дверь хранилища. Конечно могу. Постараюсь, по крайней мере. Так, ага, крылышки получаем, ребята. Ну. Так, там медведь. Ребят, там медведь, блин, ползает. Так, ключ мы забираем. Слушайте, и... Неужели нам придется с ним драться? Блин, нам придется с ним драться, ребят. Как бы я этого не хотел, но все равно мы всцепились, ее мое, друг другу в глотки. Слушай, мы одинаковые с ним. С этим медвежонком. Так, вихрь. А я вот так вот сделаю. Клинок валькирий. Какой еще равный обмен? Я не знаю, что там делаешь. Ну-ка. Рык. Дрожь земли. Воу-воу-воу-воу-воу. Потише. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. И будем наказывать вот этого вот мишку. Опять вихрь. А ну-ка. Получи. Ой, как слабенько, ребят. Обьем-то мы. Дрожь земли. О, сейчас хорошо было. Я думаю, что мы забыли, ребят? Мы забыли с вами похиляться. Пускай хилка будет работать. Так вот. Да. Мишку, к сожалению, это не спасло. Ну и вонного тоже, кстати. Так, давай-ка вот сюда возьмем. Слушайте, я могу нажать авто. Давайте посмотрим. Так. Ну. Есть. Забамбахали, ребята. Что-то еще получили там. Эссенция медведя. Упал. Так, ага. Сундучок, ребятушки. Сейчас вскроем, посмотрим. Деньги. Как всегда, деньги, ребят. Так, рычаг мы получили с вами. Пойдемте применять. Так, что, что, что? А. Теперь можем идти вниз. Так. И действие. Ключ есть? Есть, ребят. У нас ключик. Поехали. Так, а это что-то... Это солдат Асгарда. Ё-моё. Я могу, конечно, его перелететь. Но у него, ребята, сфера. А мне эта сфера нужна. Оу-оу-оу-оу-оу. Так. Засада удалась. Шкала движения героя. 50%. Сейчас посмотрим, как он сыграет. Котяра. Ну, естественно, хилку делает. Молодец. Умница. Ёлки-палки. Замечательно. Так, Мишка, не падай ты. Так быстро. Все равно завалят, ребята. Чувствую, завалят. А нет. Минг подхилил медведя, ребят. Давай вот так вот посмотрим. Бум. Ха-ха. Шикарно. Так. Приговор света. Готов, асгардец. Давай этого ещё добьём. Эээ. Готов, охламонище. Блин, мне хочется какого-нибудь другого фантома. Более-менее крепкого и сильного. Этот медведь, ребят, ну... Ну, ватный, на самом деле, согласитесь. Может быть, потом, когда мы его раскачаем, он будет крепким. Ну, сейчас он... Ну, никакой. Так, собираем. Я могу покинуть же, да? Так, это всё у нас выполнено. Победи медведя. Тоже выполнено. Но я думаю, что не надо, ребята, отчитываться. Мы просто с вами выполняем, и всё. Вау. Получены. Пять топазов. Зона врат. Сохранено. Закрыть. Погоди-ка. Зона врат. А, всё. Нормуль. Каменный склад. Мы с вами... Телепортнулись. Так, погоди. А, ну да, конечно же. Босс уровня. Вейдведь в доспехе. Ну что ж, посмотрим, как у нас тут пойдут дела, ребята. Приговор света. Парящий глаз получил своё. Опа-на. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе там бомбит он. Так, подожди, подожди, подожди. Вот так вот. Отличненько. Так. Опять, опять он. Так, кто это такой? Что за хмырь там у нас? Непентес какой-то. Непентес, блин. Ну что же, Непентес. Пора, по-моему, тебя ликвидировать. Отлично. На 130 жахнули. Ну-ка. Бум. Да, 52 дамага. Это вообще ни о чём, ребят. Во. Вот. Котик у меня бомбит. Давай-ка. О, 114. Хорошо. Ну-ка, ты. 53. Фига, он на кошечку на мою наехал, а? Ты не припухли. Сосунок. Так, давай вот так вот. Подожди, атака для кого? Давай для... Ну. Ж... Жарим. Есть. Вот так вот. Медведь в доспехах. Да сосунок он. Вот что я вам скажу. Призы. Что такое? Так. Вейдведи эссенция. А здесь... Руна эволюции. Вернёмся. Фантом Хейм. Я расскажу тебе кое-что важное. Опять? Ты же уже вроде бы... Рассказал. Важные самые. Так, мы можем своих, я так понимаю, питомцев раскачивать по максималке. Потому что здесь левел 7, а здесь уже, видите, максимум. В фантомной зоне обитает множество фантомов. Ты можешь их призвать и сделать своими союзниками. В твоих приключениях не обойтись без сильных фантомов, Астрид. Поможешь мне построить здание для призыва фантомов? Опять? Так мы же уже вроде построили. Непол, для каждого фантома свой домик, что ли, будет у нас? Ого. Теперь отправимся на встречу с фантомами, которые парят сквозь пространство и время в фантомной зоне. Призвать. Ого. Здесь ты можешь призвать фантомов. Это место, недосягаемое для сил Одина. И здесь обитает множество загадочных фантомов. Периодически доступны бесплатные призывы. К счастью, у тебя есть бесплатная эссенция для призыва прямо сейчас. Попробуешь? Да и конечно попробую. Так, призвать бесплатно. И кто же мне выпадет, ребята? Да ладно! Это же мини-минг, ёлки-палки. А он что, тоже фантом оказывается? Блин. Теперь о том, как усиливать фантомов. В доме фантомов можно проводить эволюцию фантомов. Зайдем внутрь. Ну давай зайдем. Так, коснись Минго. Хорошо, усилить. Ну это понятно. Так, усиливаем. У него одна звезда, да? Нам еще есть что улучшать. Я дам тебе кое-какие материалы для эволюции. Эй, ты за кого меня принимаешь? Так, руна эволюция получили. Эволюционировать. Ого! Ты смотри, у него вот он текущий. Вот он становится таким. И потом, смотрите, можно выбрать либо-либо. Эволюционировать. Ну. И... Вау, вау! А изменился или нет? У тебя что-то как-то... Эволюционируйте, выбрав стихию из пяти звезд. Эволюционируйте, дотребуясь стихии. Ох, ничего себе! Ёп-р-э-с-э-тэ! Фантомы могут сменить стихии по мере эволюции. Коснись дерева эволюции для просмотра всех возможных форм фантома. Получено пять тысяч золота в награду. Нет, спасибо. Давай без доната как-нибудь. Ух, забрать подарка. Подарка, подарок. Забираем. Пятнадцать энергии, да? Ну что ж, дорогие мои друзья. Наверное, мы с вами на этой ноте будем и завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то пишем мне в комментарии. Ставим лайки. И, естественно, ребята, будем дальше продолжать в эту игру. Ну, а на этом все. Всем пока. Всем удачи. И до новых, ребята, видосиков.